Утром во вторник в Кинишме открыли движение по Никольскому мосту. Долгих полтора года объект был закрыт на реконструкцию, а это существенно увеличивало время пути и автомобилистов, и пешеходов. На сумму более чем 44 миллиона рублей проведена огромная работа. Заменено, либо обновлено практически все. Большая часть несущих конструкций, верхние почти все. Асфальтобетонные покрытия новые и на подходах, и на мосту, и на тротуарах, ограждения, новые парапеты новые. Усиление было всех верхних арок в опорных участках, конуса новые фактически забетонированы. Сделаны уже малые чистные сооружения, ливневка, новые свещения, то есть очень большой комплекс работ. 48 продольных тросов сделали мост сильнее и выносливее. Выдерживает он теперь 80 тонн. Раньше было на 20 тонн меньше. В пятницу мы вызывали московскую лабораторию, чтобы проверить нагрузки, как мост работает на различные вибрации и так далее. Получили соответствующий результат в понедельник, что мост пригоден к эксплуатацию. Показания очень хорошие. И мы уже с сегодняшнего дня открыли движение по этому мосту. Проверил качество выполненных работы губернатор Станислав Воскресенский. К подрядчику есть замечания. Какие конкретно, глава региона не уточнил. Ну, его, во-первых, затянули. Это плохо. Мы с этим будем бороться, безусловно, в Органской области. То, что открыли хорошо, разгрозит город. И жители меня просили давно доделать это. Мы доделали. Но есть у меня кое-какие вопросы к тому, как сделано. Мы сейчас их подробно обсудим с подрядчиком. Что касаемо благоустройства моста, его город выполнит своими силами следующим летом. Необходимо покрасить перилы и некоторые другие конструкции. В контракт эти работы не входили. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иванова, Кинишнур.